ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Рисуете аппаратуру, где что находится, куда что включать элементарно Потому что звук в электронной музыке и настройка ее одна из важнейших составных Фестиваль это все-таки не сольный концерт, где ты там можешь подготовиться, здесь все это идет быстро Ну, сейчас мы подойдем к звукорежиссеру Прошу обратить внимание на вот это вот пространство, в котором будет сегодня происходить, так сказать, фестиваль Были созданы технические советы Нужно сказать, небольшое пространство, довольно так классический провинциальный клуб Куда вошли крупные ученые, промышленники Да, но вот именно я хочу обратить внимание, что именно в этих вот провинциальных клубах С не особо выраженной какой-то мощью техники или акустики или светопредставления Именно здесь вот обделенными и обедненными средствами выражения Вообще все, что требовалось Курчатову для создания ядерного оружия Предоставлялось безоговорочно и мгновенно И рождается как раз искренность, потому что вот так, не прячась за технологией Можно выразить подлинное сердце, когда уже появляется много инструментариев Там порой можно и уже укрыться А как же тогда вот звукорежиссеру сводить звук, ведь это же очень сложно, ведь у каждой группы свое Это в принципе, да, сложно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так скажем, профессиональные группы, они уже имеют своих звукачей Облученную ран требуют очень серьезной защиты, как радиационной, так и физической И они там подстраиваться будут, да? Да, они подстраиваются, то есть они знают, кто играет и как Ну а начинающие группы, это во всем заслуга звукорежиссера Я буду по ходу, по ходу То есть это его профессионализм Вы занимаетесь, а я просто по ходу буду Его слух Ладно, вот вы же, вы звукорежиссер, правда? Найдем звукорежиссера и узнаем, как же делается технически классный звук То есть вы туда-сюда вот так вот бегаете туда Это, потому что ведь определить, например, хороший звук, именно должно быть хорошее звучание Потому что группа может быть хорошая, но плохой звук, и его не услышали Слушайте, а вот вы... Конструктор первого нашего реактора Взрослый человек Николай Антонович Долежаль Это удивительный патриарх нашей ядерной промышленности А они молодые, а вам-то зачем это вот? Годы жизни, обратите внимание, ушел из жизни на 101-м году Вам надо как бы сидеть уже таким, быть основательным Оставаясь в полной памяти, в здравии Мне нравится этим заниматься Нравится заниматься? Что вам нравится в этом все? Провода перебирать Ну это характерно для работников ядерной промышленности Вот в этой вот уральской тайге повершились судьбы мировой политики Удастся ли бомбу быстро сделать или нет? Интеллектуалы, опять те же интеллектуалы на сцене Позвольте такую аналогию привести Хотя может быть она покажется опять же, как вы сказали, поэтичной Мы находим вот такое свечение у некоторых изображениях вокруг святых Урывками мы выхватывали некое фрагментное мысли Весь вечер иронизировало с прославленным ведущим Они случайно не подзаряжались? Знаете, я не специалист Ну вот так сказать, можно сказать, ну уже теперь по-честному Прославленным Может быть просто эти люди, находясь в определенных местах Уже теперь да Положа руку на сердце, вот что? Как? Начинали как-то светиться? Вряд ли, тогда мы не испытывали бы удовольствие от контакта с этими изображениями Нет, ну я уже, например, испытываю удовольствие от общения с фрагментами Они же не отделены от нас семиметровым слоем воды Мне очень понравилось Понравилось? Да, я сейчас не иронизирую Уже честно? Да Ну я чего советую, что честно? Вы кто? Мы крылья Ну а что понравилось? Во-первых, обстановка потрясающая Мне кажется, если бы был ад, то он был бы такой Играем в тяжелый метал Серьезно? Где? Где? Нет, дома лежат Почему вы дома держите крылья? Почему не с собой? Ведь все-таки ответственный момент Кто был? Ад Это просто потрясающе У нас все крылья в музыке у нас В музыке? Конечно А-а-а, вон оно что Вы знаете, такая обстановка Просто преисподняя, вы знаете То есть у вас такая музыка, такая легкая, полетная Нет, она тяжелая, но... Но окрыленная Да То есть вы, вот, и я показал преисподнюю Это самосвечение радиоактивного кобальта Именно Но в хорошем ее смысле В хорошем ее смысле И виде И виде Его мощная гамма-излучение образует так называемое черенковское свечение Чем окрыляетесь? Чем окрыляетесь? Мыслями своими Мыслями, какие такие мысли у вас? Плазмирует, что ли, среду? Всячески интересные Какие интересные? Скажите хотя бы одну, чтобы нас или нет, мы могли напомнить А мире, что все ужасно в мире Света здесь нет И вот это само светится таким совершенно Неземным светом Все надо решать Наблюдать можно стоять очень долго Какая окрыленная Тем более, что нас от Семьих источников отделяет Семь метров воды Которая полностью поглощает гамма-излучение Я прям чувствую, как у меня тоже Начинает окрыляться Все, в мире ужасно Плохо И надо что-то менять Сейчас, сейчас, сейчас Подожди, я сейчас пропитаюсь этой мыслью Сейчас все получится Значит, а это, то есть Все плохо, и поэтому надо менять Что надо менять? Что будем менять? Да все надо менять Все, начиная от унитазов И кончая дверными ручками, да? Главное, что унитазы надо ставить Ну, то есть, ну, говорите, все надо менять Тебя удовлетворяют унитазы, да? То есть, менять тебе не надо Не в том смысле, в котором вы подумали А в каком я подумал? А в каком вы подумали? Слушай, мы сейчас с тобой заиграемся, понятно Что собираешься менять в этой жизни? Я Рядом со мной Реактор, который мы построили, имел вертикальное расположение каналов А американский реактор, Амер горизонтальное Мы знали об этом, но пошли по своему пути В этом мире много зла Зла Где оно? Покажи, где? Вот, где? Зло, где зло? Покажи Зла и несправедливость Где? 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 Вот это зло Какое же это зло? Где зло? Иберия очень строго спрашивал конструктора Вы уверены? Ткни, ткни, покажи пальчиком Вы понимаете, чем вы рискуете? Он зло Его надо менять Да Повернули голову Изменили? Да Уже лучше? Все, так и оставайся Отлично Убеждали, что так лучше Так оно и оказалось Второй американский реактор тоже имел такое же расположение Где несправедливость в этом мире? Да несправедливость во многом Ну хотя бы одну самую важную несправедливость Вот, скажи Грузия, сволочь Ну, надежда на этой преисподней Кто-то может вырвется отсюда, нет? Думаю, да То есть наша бомбочка, она же была посильнее, чем то, что было сроками К слову сказать К слову сказать Первая ядерная бомба Первая атомная бомба Была фактически копией американской бомбы Дорогие телезрители Если вы считаете Как тебя зовут? Александр Если вы считаете, что Александр и группа Крылья Вы сказали мысли, которые вы поддерживаете Пожалуйста, пишите на мой адрес Я непосредственно передам во внутренние органы Которые разберутся с Александром Это была перестраховка Берии Которая нашу собственную разработку решила повременеть Ее взорвали следующие А первая была полностью скопирована с шпионских штучек Американской То есть у нас хорошая, хорошо разведка работала Очень хорошо Правда, те, кто Эти атомные секреты Америки Пострадали Да Чувствую, это был их последний шаг Да, фактически После этого они попали на электрический стук Осторожно Все маски следили Я увидел этот мир С другой стороны Видел глаза Исполненные страхом Славы бою Славы бою Славы бою Славы бою